Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Сегодня 24 мая, и я сегодня на торговле. Но про торговлю я выложу попозже, может быть, даже завтра, потому что монтировать придется, как я собиралась, как я выставлялась, как я тут познакомилась, с кем тут стоят люди. Я бы хотела вот сейчас, пока я сижу в машине, я немножко буду заглядывать на свое место, там оно в заднем немножечко, и буду заглядывать и разговаривать с вами. Хочу затронуть очень важную для меня тему, ну просто мега-мега-мега важную тему, потому что это случилось со мной впервые за то время, как я торгую рассадой, как я приехала в Раздольное жить. Это вообще первый раз со мной такое, неприятность со мной случилась. В общем, сегодня мне позвонила одна женщина, которая в прошлом году в августе приезжала ко мне за рассадой и за саженцами. Они приезжали из Осинников и взяли очень много, очень далеко приехали. Я еще так удивилась, говорю, ну неужели вы там не найдете, тем более Осинники, там Куртуково рядом есть, питомник, и там много-много всего. Я сама там, когда жила в Новокузнецке, сама туда ездила, покупала. Я не знаю, почему вот они приехали сюда ко мне очень далеко. Я подумала, может быть, они по пути едут, зачем-нибудь. Они, оказывается, приехали только ко мне. Ну, может, познакомиться со мной захотели, потому что я там блогер или что. Ну, я не знаю, честно говоря. Она мне подарки, она мне два пирога привезла, один с творогом. Помните, у меня там есть, немножко я показывала, кто смотрит меня каждый ролик, там есть, как она мне пироги привезла, какие вкусные, и такой брелочек-ангелочек, который теперь я, я его так любила, я теперь даже не знаю, что с ним делать, с этим ангелочеком, честно говоря. Во-первых, она мне позвонила, начала мне предъявлять претензии, что у нее не прижились девять кустиков малины и земляника Кимберли. Она, я не знаю, не помню, естественно, откуда я помню, я не помню, сколько она покупала. Вот, но она, ну, сколько-то много, что-то много прямо, потому что тоже действительно из другого города ехать, и не имеет смысла на маленько, конечно, она брала у меня много. Вот, естественно, когда человек много берет, я, например, говорю 10, кладу 12, 15, там, допустим, если я с открытой корневой системой, а еще, представляете, с открытой корневой системой же дешевле, чем с закрытой корневой системой, она еще выбирала, например, Кимберли, она покупала с открытой корневой системой, то есть выкапывали усы мы из грядки. Вот, и вот она мне сказала, что у нее не прижились девять кустиков малины и кимберы, ягоды, я говорю, я начала спрашивать, говорю, а пачка, как вы, ну, вы же в августе приезжали, вы посадили, как, она говорит, я кимберли сразу посадила в стаканчики, я вообще не понимаю, зачем землянику сажать в стаканчики в августе? Вот мне расскажите, пожалуйста, в стаканчики я сажаю, когда она должна укорениться, я должна ее продать, вот так вот, а если вы купили с открытой корневой системой, вы сажайте сразу в грядку, накрывайте ее, проследите за ней, чтобы прикройте ее чем-нибудь, чтобы она хорошо укоренилась. Зачем стаканчики, вообще не понимаю, зачем она в стаканчики посадила? Так я, когда сказала, что она кимберли посадила в стаканчики, я думаю, а с малиной тогда она что сделала? Она вообще, может быть, тоже в стаканчики посадила. Ну и, короче, она меня начала обвинять, что я малину ей выкопала старую, которую отплодоносила, которую уже плодоносила. Знаете, я не вчера родилась, я понимаю, какие прошлогодние эти, а какие этого года, я же понимаю. Это первое. Второе. Если вы выкапываете деленку с прошлогодним, ну, как называется, господи, малины-то как они называются? Ну вот, побег, прошлогодний, если побег, вы деленку выкапываете, деленку выкапываете, то там корни, там этой крапивки, там вот так вот нарастет, понимаете, еще. Но это я не могла прошлогоднюю выкапывать, я же, ну, не больной человек, понимаете. И такое у меня случилось первый раз в жизни. Это первое. Второе. Она предъявила, что у нее там не прижилось, и я там должна деньги вернуть. Я вообще не понимаю... Я вот, например, каждый год покупаю себе яблони, груши, сливы, абрикосы каждый год покупаю, ну, что еще, ну, облепиху каждый год покупаю. Мне не приживается. Там это одно приживется, пять, четыре не приживется, потому что у меня плохой участок, потому что у меня, я не знаю, где у меня подземные воды, грунтовые, где не грунтовые, где что, где она там посадила, я понятия не имею. Я как бы сначала так растерялась, что со мной это первый раз в жизни случилось. Я растерялась очень сильно. Я говорю, да, ну вы скажите, на какую вас привязана карта, к чему, к этому привязана. Говорю, на эту вернуть или что? Она что-то сказала сначала, нет, потом позвонила, что-то, да. Я хотела вернуть сначала, а теперь вот думаю, а вообще-то по закону надо возвращать за растение. Человек покупает, смотрит качество, устраивает, не устраивает. Она, значит, взяла, набрала, а я ей надарила там, конечно, больше чего, чем естественно. Это естественно, я даже сегодня перепеленное яйцо взяла, 25 сказала, а у меня там больше, 26 или 27, вот как-то входит у меня, потому что у меня 31, 32 даже вот иногда мелкие, а сейчас чуть-чуть не станет, меньше входит в контейнер. Ну где-то вот так вот, 26, 27 я положила все равно, а продаю как 25. Я вообще так не понимаю. Покупателю я проработала, проработала 19 лет индивидуальным предпринимателем, я продажи делала, я знаю, что такое клиент, я знаю, что нужно, как продавать клиента, чтобы вернулся обратно, поэтому они ко мне возвращаются обратно, поэтому у меня клиенты все довольные. Я просто очень сильно удивлена. Она мне несколько раз сказала, мы такую даль ехали, мы такую даль ехали, а я тут при чем? Я еще сама, когда она говорила, что приедет, я говорю, зачем вы такую даль поедете? И она теперь жалеет, что она такую даль ехала, по-моему, ее там, может быть, муж ее упрекает в том, что такую столько бензина они потратили на это. Вообще не понимаю, смысл было ехать в такую даль? Ну какой смысл было ехать? Вы все видите, у меня не питомник, у меня просто огород, я продаю излишки. Ну да, я стараюсь что-то получше, повкуснее, показать вам, все рассказать. Ну у меня, я вообще, что-то я так растерялась. Я сначала сказала, что куда деньги перевезти, за 9 кустиков и за кимберли. А потом думаю, по-моему, по закону за это деньги не возвращают. Человек покупает и несет ответственность за это. Вы купили, вы купили живое, вам выкопали. Оно росло, вам выкопали. Вы приедете, посадите, ухаживайте. Я вообще считаю, любое растение можно вырастить, если оно не заражено, не больно. Его, любое растение, оно стресс, которое перенесло, ничего страшного. Вы его антистрессовым там чем-то, это ля-ля, там прикройте, что-то сделаете. И любое растение выживет. Тем более малина, это сорняк. Оно приживается везде, везде, во всем. Земляника, это сорняк. Оно приживается везде, всегда. Суть там позапрошлогоднюю, и она вырастет. Представляете? Ну я, извините, пожалуйста, я на таких эмоциях. Вот, не знаю, возмущена просто. Извините меня, я прошу прощения, что я так эмоционально вас гружу. Извините, пожалуйста. Все, я успокоилась. Я успокоилась, потому что я торгую, я только что приехала, и вот у меня, я думаю, сейчас поставила все, пока надо успокоиться, прийти в себя, потому что иначе торговли не будет, я прекрасно это знаю. Для того, чтобы была торговля, нужно быть позитивно настроенным, с хорошим настроением. Сейчас пойду постучу что-нибудь там, редисточкой постучу вот так, или редисточками постучу вот так вот, и у меня поведут покупатели. Очень расстроилась. Я такая что-то стала с возрастом. Раньше была такой гук-гук-гук. А сейчас что-то прям так расстраиваюсь из-за всего. Не знаю, даже, может, даже, ну, сколько там, я не знаю, посчитать нужно. Потому что с открытой корневой системы это вообще недорого. Представляете, я откопала малину просто. Это же во мне, ну, не знаю, может быть, максимум за 50 рублей я эту малину ей откапывала. А что? Конечно, это вернуть, конечно, можно деньги, но я что-то думаю, с какого перепуга должны деньги возвращать. Интересная какая. Неизвестно, как посадила, неизвестно, что еще. Перебивает меня. Я ее спрашиваю, рассказываю, спрашиваю, как вы сделали, что вы сделаете. Ну, или кричит, меня перебивает. Я говорю, вы успокойтесь, пожалуйста, давайте, давайте, вот вы, давайте я вас выслушала, теперь вы меня послушайте. И вот так вот с ней поговорить хочу. И она вот у меня это... Вот так вот бывает. Я даже вот, смотрите, конечно, переживаю. Я вот семена продавала, когда за... Конечно, я не переживаю там за горох, за помидоры. Я переживала за землянику. И то за землянику переживала не в смысле того, взойдет она или не зайдет. А повторит ли она материнские свойства или не повторит, потому что мнения расходятся. И я видео тоже снимала, говорила, что возможно расщепление. Вы из того, что вырастет, вы выберете то, что оно как бы по описанию подходит. И вот можете там какая-то... Потому что это, ну, лучше, чем вообще ничего. Вы хотите какую-то землянику, вы ее найти нигде не можете. Вот так вот можно как-то где-то что-то хорошее... Все равно хорошая земляника вырастает. Может, она форма чуть-чуть другая будет. Но она будет сладкая, крупная. Вот отлично. Так что... Вот. Вот такие вот пироги. Вот. Ну, ладно. Ко мне покупатель пришел. Сейчас она там выбирает, смотрит. А я с вами закончу тогда. Ну, ладно. Жду, конечно, ваших комментариев, естественно. Ваших советов, что же мне делать в этой ситуации. Я очень расстроена. И первый раз со мной такое случилось. Ну, вот. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями. И заходите почаще в гости. Пока-пока. Пока-пока.